здравствуйте дорогие друзья подписчики подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь в этом видео вы увидите обзор на улитку мориза улитка мориза это достаточно крупная улитка размер раковин достигает 8 17 а порой 22 миллиметра в ширину и 48 56 миллиметров в высоту сама раковина имеет три а порой и четыре витка может жить в слоноватой воде однако не будет при этом размножаться в некоторых странах мори специально запускают водоемы для борьбы с инвазивными видами растений так как она очень хорошо их поедает в природе улитка мориза живет в озерах реках болотах предпочитая спокойные места обильно заросшие растениями в аквариумах содержать мориз сложновато необходимо следить чтобы вода была умеренно жесткой ph примерно 75 7 8 и температура воды 21 25 градусов в мягкой воде улиток могут быть проблемы с формированием раковины аквариум необходимо плотно закрывать крышкой так как мориза склонны к побегу как правило такой побег заканчивается очень плачевно учтите что это улитка мориза дышит атмосферным воздухом не забывайте оставлять свободное пространство между стеклом и поверхностью воды это не все сложности есть еще одно но никогда не используйте для лечения рыб препараты с медью так как это закончится гибелью всех мориз корм ливарм 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 моризы всеядны они будут есть все виды кормов которые вы им предложите живые замороженные искусственные совершенно неважно помните что от них могут страдать растения когда они голодны они объедают растения иногда даже уничтожая их лучше содержать морис в аквариуме без растений либо с не ценными видами дополнительно морис нужно подкармливать овощами огурцами кабачками и капустой разведение моризы разнополые и для разведения нужны самец и самка самку моризы отличить от самца легко по цвету ноги у самки она шоколадного цвета а у самца светлая телесного оттенка с пятнами спаривание длится несколько часов если условия подходящие и кормление достаточное самка откладывает икру на растение или декор желеобразная масса с мелкими улитками внутри мало похоже на привычную икру и есть будущее потомство молоть проклевывается течение двух недель и сразу расползается по аквариуму в поисках пищи и и достаточно сложно заметить и она часто гибнет попадая фильтр так что лучше всего закрыть мелкой ячеистой сеткой кормит молоть морис также как и взрослых особей на этом все мои дорогие друзья ставьте лайки всего вам доброго до новых встреч до свидания обязательно подпишитесь на наш канал и 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